Взыскание штрафов для дорожной полиции сегодня проблемный вопрос. С начала года сотрудники привлекли к ответственности свыше 26 тысяч нарушителей правил дорожного движения в Кустанае. Постановление вынесено на сумму свыше 175 миллионов тенге. Обзыскать удалось 60% от этой суммы. Правда, полицейские и такие показатели называют довольно неплохими. У нас возобновлено изъятие водительских удостоверений. В принципе, согласно кодексу, мы имеем это право делать. То есть, соответственно, если водительское удостоверение изъято, то люди, естественно, за ним идут и его оплачивают. Либо уже, когда они сталкиваются, допустим, в экзаменационно-регистрационном отделе. Ну, скажем так, вот эти вот, особенно у нас зависли вот эти штрафы за прошлый год, когда водительские не изымались, изъятие не производилось, как бы не совсем добросовестно оплачивается. В ближайшее время полицейские начнут применять и другие рычаги, как заставить нарушителей правил дорожного движения платить по счетам. И изъятием прав тут не обойдется. На сегодняшний день у нас решается вопрос, чтобы именно выставить ограничения не только в дальние зарубежья, то есть через аэропорт. Теперь, допустим, мы хотим такие же ограничения выставить на права нарушителей при выезде ближнего зарубежья, то есть при пересечении границы на территории Кустанайской области. Невыплаты штрафов озадачены и в Министерстве внутренних дел. Глава ведомства не так давно представил на рассмотрение в парламент новый законопроект о правилах дорожного движения. В нем предлагаются взаимовыгодные условия как для полиции, так и для автолюбителей. После наложения административного штрафа, если водители, нарушившие правила, оплачивают в течение суток, сумма штрафа наложенного сокращается на 50%, если в течение суток оплачивают водители-нарушители. Если в течение семи дней, соответственно, эта сумма снижается на 30%. Именно так в МВД надеются сподвигнуть нарушителей оплачивать штрафы быстро, не откладывая в долгий ящик. Правда, пока это только предложение, которое предстоит рассмотреть парламентариям после летних каникул. Александр Стаканов, Антон Корчинский, Елена Щегельская, Наталья Когтев, РТН.